Повторые сотни пчеляров из четырех краин света приехали на встречу в Круглянский район, как поделиться опытом развития промыслового пчелярства. Самое главное – отримать добрые парады, как перетворить аматорское пчелярство в промысловое. Большие объемы и новые технологии дают больше корысти и прибытков. Мед – это наше здоровье, это во-первых, а мед – это пчелы, пчелы – это жизнь. В лестопаде, когда пчелы ховаются на зимовку и практически завершены все работы на пасеках, пчеляры имеют час, ковнарышся обмерковать свои проблемы. У туркомплексе «Миколаевские сажилки» – великий сбор, выстава-продаж товаров для пчеляров, а лена и бош – с устречой со специалистами. У каждого страны есть свои какие-то секреты, то есть я, может, какими-то делюсь своими секретами, разработками, белорусы – своими. Пчелярство сегодня экономично выгодное, и размова идти не только про мед, а про эксклюзивные апипродукты, какие есть основы при нам, все для натуральной косметики. Такие продукты, например, мстиславские пчеляры меркуют экспортовать. Это хороший заработок на селе. Во-первых, это независимость от кого-либо. Ну и, соответственно, это интересная и увлекательная работа. Уже для молодежи, которая ничем не может заняться, ищет что-то. Ну, пчеловодство я бы всем рекомендовал попробовать когда-то, подойти к улью и залезть туда с головой, и посмотреть, что происходит в этом улье. Пчеляры – звездки-вендоры Шмахилевского района рухают новые технологии в свою працу и одночасово подробязно делятся в опытам с усими цикавными на канале Ютуб. Вопыт пчеляров из разных краин цикавый круглянцам. У господарцев особой ПМК есть своя пасека, где две сотни пчелиных семей. Вытворчить больше за три тонны меду за сезон. Ну, а если брать по статистике, то 300 грамм на одного белоруса на сегодняшний день производится мед, а что-то ничтожно мало. Между тем, что, как по заключению специалистов, это надо около 15 килограмм в год, а мы всего лишь 300 грамм имеем. Поэтому тут работать и работать. Алиминавита у Махилевской, а так само и Гродненской областях, пчелярство сегодня развивается худкими темпами. Илона Иванова, Юра Власцов, Новины региона.